Коротко о том, что еще важного происходит в жизни города или напрямую касается каждого из нас. На основании полученных результатов будут сформированы планы по развитию сети, ремонту существующих, строительству и подключению новых ее участков. При этом специалисты напоминают жителям, если фонарный столб со светильником на вашей улице есть и причина отсутствия освещения, перегоревшая лампа, заявку на ее замену можно оставить по телефону 6-29-17. 15 октября – Международный день Белой Трости. Этот день является напоминанием обществу о внимании к проблемам инвалидов по зрению, понимании их нужд, солидарности с ними. Во всемирном масштабе День Белой Трости впервые отмечался 50 лет назад. Всероссийское общество слепых присоединилось к нему в 1987 году. С этого времени дни и недели декады Белой Трости проводятся ежегодно в региональных и местных организациях. Представители Ирбитского отделения Всероссийского общества слепых провели этот день в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств. Учащиеся восьмой школы на площадке музея прочли стихи Эдуарда Осадова. Поэт участвовал в Великой Отечественной войне и в 1944 году был ранен осколком гранаты в лицо. И уже раненый все-таки выполнил боевое задание. Врачи смогли спасти жизнь героя, но видеть Эдуард Осадов перестал навсегда.